Манул относится к кошачьим, но отличается от других представителей этого семейства формой ушей и очень густой шерстью. Манулов еще именуют паласовыми котами, в честь немецко-русского ученого Петра Паласа, который обнаружил этого зверя в Прикаспийских степях в 1776 году. Приветствуем, дорогие друзья, с вами канал Узнавай, и сегодня мы расскажем некоторые интересные факты о манулах. Манула обитает в степях и горных районах. Эту дикую кошку встречают в Закавказье и в Средней Азии, в Забайкалье, вплоть до севера-запада Китая. У манула очень плотный мех, что позволяет животному выдерживать морозы до минус 50 градусов Цельсия. На один квадратный сантиметр шубы манула приходится до 9 тысяч шерстинок. Это одна из самых густых шубок среди всех кошачьих. Особенности характера этого хмурого кота – скрытность, необщительность и безжалостность к чужакам. Если манул не может обустроить собственный дом, зверь спокойно занимает чужую нору. Манулы ведут одиночный образ жизни и встречаются с партнером только в брачный период. Даже потомство эти животные предпочитают растить в одиночку. Манулы охотятся в темное время суток, выслеживая свою жертву из засады или подкрадываясь к ней. В неволе эти животные теряют волю к жизни и практически не размножаются. Манулы долго развивались обособленно, поэтому многие болезни, с которыми справляются обычные кошки, для них смертельны. Звуки, издаваемые манулом, напоминают кряхтение, сопение, рычание, но только не мяукание их домашних собратьев. Перед наступлением холодов манулы набирают массу. В зимний период они весят около 7 килограмм. Манулы занесены в красную книгу, численность этих красивых животных снижается из-за утраты мест обитания и преследования человеком. На этом у нас все, берегите природу, будем рады, если подпишетесь на наш телеграм-канал, там много забавного и интересного о животных. Ссылка в описании, до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok